Меченосец 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 Еще одной из важных особенностей является то, что температура воды может быть понижена до 16 градусов. То есть они выдерживают температуру воды от 16 градусов до 26. Идеальными условиями, конечно, будут являться 24-26 градусов. Начинающие аквариумисты достаточно часто используют в своих аквариумах эти рыбки наряду с гуппи, майлинезиями и пиццелиями. Эти рыбки, рыбки-меченосцы, легко скрещиваются с другими подвидами своего вида, а также известны случаи по скрещиванию с пиццелиями. Данная расцветка не одна. В расцветах меченосцев есть достаточно большое количество видов. И меч, кстати, который видите сзади, тоже не у всех рыбок, кто на так вот таков. Бывает и два меча, бывает большой вуалевый хвост. Соответственно, в принципе, каждый подвид рыбок имеет свои, так сказать, плюсы и свои минусы. Эти рыбки очень грациозные, они миролюбивы. С ним обязательно нужна хотя бы раз в неделю подмена воды, не менее 30%. А также аэрация. Про аэрацию не забывайте. Подачка им должна быть. Конечно же, так как я уже сказал, эти рыбки достаточно выносливые, подходят начинающим аквариумистам, они, в принципе, могут прожить и без неё. Но в данном случае, если обходиться без аэрации, то в аквариуме должно быть достаточно маленькое количество этих рыб. То есть, чем больше аквариум и меньше количество рыб, тем они лучше себя будут чувствовать без аэрации. Если достаточно много рыб в аквариуме, много меченосцев и других рыб, то аэрация обязательно нужна. Эти рыбки зубородящие. Для того, чтобы их скрещивать между собой, в принципе, особых усилий никаких прикладывать не нужно. Как правило, это происходит само собой вообще в аквариуме, только успевайте их вытаскивать малышей. Но зачастую бывает так, что все меченосцы, как в данном случае вы видите, все с мечами, все становятся мальчиками, либо все становятся девочками. И тогда начинается головная боль у аквариумиста, который хочет разводить данных рыб. Но на самом деле, особо никакого повлиять на это не сможете. Рыбки имеют право сами выбирать, кем он будет с мальчиком или с девочкой. Как бы это ни смешно звучало. Чем питаются меченосцы? Опять же повторюсь, меченосцы рыбки непихотливые могут питаться всем, в принципе, что вы будете им давать. Но не забывайте про живые корма и замороженные корма. Размер меченосцев, не именно красных, а вообще в целом максимальный, достигает 12 сантиметров. Вместе с хвостом. Рыбки достаточно живые. В аквариуме смотрятся очень красиво. Как видите, сейчас перед вами красные меченосцы. Бывают еще такого темно-зеленого цвета, серебряного с красной полосой, с черной полосой. Бывают вообще черные, ну и такого зеленоватого цвета. Я думаю, что в дальнейшем в других видео вы на нашем канале еще увидите другие основительности меченосцев. На этом все, дорогие друзья. Спасибо вам за внимание, за интерес к нашему каналу. Не забывайте ставить палец вверх. До новых встреч. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok